Харе Кришна! Всем, кто любит аккумуляторные батареи, сегодня будет видео о таком страшном звере, как зеленый индикатор плотности. Это тот, который монтируется в одну из банах аккумуляторной батареи и чаще всего не в ту банку, в которую нужно. И сегодня как раз таки будет сказание о том, почему не туда, куда нужно, зачем он вообще нужен и стоит ли этому чуду зеленому верить. Самый большой миф об этом чуде, это то, что он является индикатором заряда батареи. Хотя это отчасти, конечно, и немножко правда. Потому что заряд батареи напрямую связан с плотностью электролита в аккумуляторе. Чем выше заряд, соответственно, тем больше плотность. Тут не поспоришь, конечно, но очень часто на вопрос, когда заряжать аккумуляторную батарею, отвечают, когда зеленый глаз потухнет. А это уже, дорогие касатики, глубокое заблуждение и косячина. Когда он поменяет свой цвет, то есть потухнет зеленый глаз, заряжать нужно было не сейчас, а еще вчера. То есть вы опоздали. Когда зеленый глаз потух, это значит, что с зарядом или под зарядом батареи вы уже катастрофически опоздали. Но бывает, когда этот зеленый демон потух, а заряжать как раз таки и не нужно было. В общем, сильно он загадочный этот индикатор, но сейчас мы с ним, с этим товарищем и разберемся. И так, к этому глазу прилагается всегда так называемая легенда. Это та штука, которая описывает его состояние. Чаще всего в состоянии бывает три стадии. Зеленый, это значит у нас все хорошо. И на этом чаще всего и попадает доверчивый любитель аккумуляторов, потому что его хорошо, это для нас не совсем хорошо. Вторая стадия, низкий заряд. Третья стадия, низкий уровень электролита. И это самая его, скажем так, полезная функция. При том, две последних стадии по цветам могут у разных производителей отличаться. Для кого-то низкий заряд это белый цвет, а для кого-то он красный. А низкий уровень электролита может быть белый цвет, а может быть и черный. Опять же, зависит от производителя. Поэтому для каждого аккумулятора нужно читать ту легенду, ту наклеечку, которая наклеена на сам корпус аккумулятора. Ну, то есть на крышку аккумулятора. Теперь по порядку начинаем. Зеленый глаз. Что это такое? Что это за зверюка? Тут все очень просто. Это самый примитивный встроенный ориометр, который реагирует на изменение плотности электролита. Там внутри бегает шарик и создает оптическую иллюзию. Поэтому в зависимости от уровня, на котором находится этот самый шарик, мы видим определенный цвет в окошке. Когда у нас плотность большая, шарик всплывает наверх, потому что плотность большая, и мы видим зеленый глаз, то есть зеленый цвет. Когда плотность понижается, то есть аккумулятор разряжается по какой-то причине, не обязательно, что он разряжен, плотность может падать и по другой причине. Не обязательно это будет разряд батареи. Шарик, соответственно, притапливается. Мы видим, допустим, там красный цвет или какой-то по легенде. Когда электролита мало и уровень электролита низкий, шарику негде плавать, потому что жидкости нет, и он ложится просто на дно. И тогда мы видим черный, допустим, цвет или какой-то по легенде. То есть глаз этот чисто механический, и никаких связей с электричеством внутри аккумулятора у него нет. А иногда эта сволочь бесцеремонно залипает и показывает всякую ерунду. Такое тоже бывает, но не часто. А в основном работает он безотказно, ломаться там нечему, потому что он вроде как примитивный. С этим мы разобрались. Зачем он нужен? Вот главный вопрос тысячелетия. Чаще всего на этот вопрос отвечают для того, чтобы показывать уровень заряда. Но не отвечают на тот вопрос, а какого заряда и где уровень того заряда, который он показывает. И часто автолюбители заряжают свои батареи, когда глаз поменял цвет. А это совсем в корне неправильно. Почему это неправильно? Потому что разряд батареи нежелательно допускать ниже 80-70%. От этого ей здоровье не добавляется, а сульфатация ускоряется. А глаз меняет свой цвет нагло. Только когда заряд опустится до 60%. А это ниже чем 70% и ниже чем 80%. Чаще всего так оно и бывает. Опять же, зависит от производителя. И зеленый этот глаз рассчитан на строго определенную плотность электролита. Вот когда плотность будет такая, на которой он рассчитан, тогда он притопится и, соответственно, поменяется цвет. И сигнализирует он не о том, что пора зарядить аккумуляторные батареи, а о том, что вы ее уже опоздали заряжать. А теперь у вас будут проблемы. Так что же он все-таки этот гаденыш показывает? Если по-научному сказать, то он сигнализирует о падении плотности электролита до критического минимума, при котором возможно замерзание электролита. Но не в буквальном смысле, как это все обычно понимают. Не налет аккумулятора замерзает, то есть электролит в аккумуляторе. А электролит станет настолько малоподвижным под воздействием низких температур, что возникает большая вероятность того, что батарея стартер уже не прокрутит. То есть, говорят, в таком случае аккумулятор замерз. То есть, тут все просто. Если батарея заряжена, плотность больше. Он всплывает. Если аккумуляторная батарея потихонечку разряжается, плотность становится ниже и при определенной плотности он тонет. То есть, цвет глаза меняется. Ну и тут тоже не все так просто. Потому что мы все учили, конечно же, физику. И мы знаем, что на морозе электролит загущается под воздействием низких температур. И плотность его от этого повышается, потому что там начинает подмерзать немножко вода. А глаз этот настроен на определенную плотность. Да, вот такая вот беда. Поэтому на морозе может гореть он ярко-зеленым цветом, а заряда у батареи при этом не будет. И тут получается вот такой вот парадокс. Чем ниже заряд у аккумуляторной батареи, если у вас зима и холодно на улице, тем больше воды получается в электролите. Потому что кислота расходуется на химическую реакцию. Соответственно, тем электролит более плотный становится, потому что вода замерзает. И тут получается полностью обратный эффект. Вроде все зеленое и хорошо, а на самом деле все уже совсем запущено и совсем все плохо. Потому что с одной стороны аккумулятор разрядился, плотность должна была понизиться, он должен быть потухнуть. Но с другой стороны холодно, вода подмерзает. На фоне мороза опять же электролит загущается. И вот получается, что аккумуляторная батарея разряжена, кислота расходовалась, воды в электролите становится больше, а плотность при этом не падает. То есть электролит загущается, потому что холодно и зеленый глаз горит. А вот когда жарко и лето, то тут все полностью наоборот. В жару электролит нагревается, плотность его падает под воздействием высоких температур и глаз тухнет. То есть меняет свой цвет. И показывает нам, что плотность низкая. Вроде как аккумулятор у нас разряжен. Хотя батарея при этом остается полностью заряжена, потому что кислота на химическую реакцию не расходована. Но электролит у нас перегрет, у него пониженная плотность из-за высокой температуры, глаз тухнет. И автолюбитель начинает заряжать эту батарею, которая и так заряжена, просто электролит перегрет, сует ей ток, а он туда не лезет. В результате все это кипит, ничего хорошего не получается. Поэтому верить этому глазу можно, но только в определенном диапазоне температур. А когда холодно и жарко, верить ему нельзя. Такой вот он загадочный и непостоянный. Но к слову, устанавливать его массово начали на гибридные аккумуляторные батареи. Вот когда гибриды появились, появился и от встроенный ориометр. То есть те аккумуляторы, которые малообслуживаемые. А также его практически всегда ставят в кальциевые батареи, которые у нас не обслуживаемые. Потому что ориометр обычный, с грушей которой, некуда засунуть, потому что в аккумуляторе нету пробок. А если даже пробки и есть, то производитель считает, что вы туда ориометр совать не должны, потому что аккумуляторные батареи у нас супер-пупер малообслуживаемые или вообще необслуживаемые. И вообще воду она не теряет, и вообще электролитом залит на весь срок службы, и нечего туда лазить. В общем, обычный маркетинг врут как всегда. Нет, ну гарантийный срок она конечно отработает, а дальше конечно будут сложности, если ее не обслуживать. А вот старые сурмянистые батареи, которых уже не делают, его не ставили. Почему? Потому что сурмянистые батареи имели большую потерю воды относительно современных кальциевых батарей. И считалось, что водитель в любом случае будет лезть в средину аккумулятора, откручивать пробки, доливать воду, мерять плотность, туда-сюда. И вообще в жаркое время года рекомендовалось лезть внутрь аккумулятора, проверять уровень электролита каждые две недели, когда батареи были старыми сурмянистыми. Такие вот дела. Ну и понятное дело, не ставят их в IGM аккумуляторы, потому что они вообще неадекватные. У них вообще нету свободно плещущегося электролита, потому что они не вэт батареи. А значит нечего там мерять. У IGM, если кто забыл, электролит впитан в стекломаты. Теперь идем дальше. Если вы замечали, то зеленый глаз ставят обычно в одну из средних банок. И очень редко в последние или вторые с краю. А вот как должно быть правильно? А правильно его устанавливать в крайние банки. Почему? Потому что именно в крайних банках электролит выкипает быстрее всего. И плотность в них падает при сильной токоотдаче, не при низкой токоотдаче, а при сильной токоотдаче больше, чем в остальных. То есть происходит такой себе дисбаланс, потому что химическая реакция не может протекать со скоростью света. Именно на крайних банках находятся клеммы аккумуляторной батареи. Поэтому крайние банки всегда работают в более усиленном режиме относительно средних банок. И вот если вы желаете знать реальное состояние дел в батарее, то нужно вести контроль как раз таки в крайних банках, которые самые проблемные. А почему же тогда производитель ставит этого зеленого гада в средние банки? Ну во-первых, не все производители, а только большинство из них. А во-вторых, они перегут ваши нервы и свою репутацию. Если владелец батареи будет видеть потухший глаз в крайней банке после нескольких продолжительных запусков, потому что там что-то с мотором, он, соответственно, начнет нервничать, потому что батарея же разряжена. А в это время в средних банках все будет спокойно и хорошо. И плотность там будет нормальная, потому что химическая реакция не протекает со скоростью света. И пусть там банки уже разбалансированы, и батарея уходит в глубокий штопор, и ее еще можно было бы довольно легко из этого состояния вытянуть и спасти, это неважно, купите новую аккумуляторную батарею. Потому что, как правило, аккумуляторная батарея гарантийный срок, который дает производитель, в любом случае отхаживает. Такой вот маркетинг. Зато автолюбителю, владельцу батареи, спокойно и радостно. Он же зеленый, ничего с батареей делать не надо. Прозрение, конечно, придет на 4-5 год эксплуатации, когда батарея засульфатируется или позамыкают крайние банки. И вот когда в крайних банках выкипит электролит, и уровень упадет до минимума, потому что чаще всего так и бывает, проблемы всегда начинаются с крайних банок, то в средних банках по-прежнему еще год-полтора будет все спокойно. В общем, гарантийный период, в любом случае, аккумулятор отходит без проблем. А потом, допустим, на 8 марта, трах-бах, и короткое замыкание в крайних банках. Зато посредине все спокойно, все в зеленом цвете, переживать не за что. Такая вот правда жизни. А вот если бы владелец батареи вовремя определил возникающую проблему в крайней ячейке, и вовремя принял меры по ее устранению, то аккумулятор бы на 8 марта не отказал, и нормально бы себе крутил стартер. И трах-бах, соответственно, не произошел бы. И, соответственно, демографическая ситуация в стране сильно бы ухудшилась. А все это из-за этого зеленого вот глаза. И нужно понимать всю глубину наших глубин, и тайный замысел по спасению человечества. Ну, это типа была шутка, а на самом деле лучше всего понимать, что в этом самом пластмассовом ящике с двумя свинцовыми штырями творится. И тогда можно избежать многих проблем, которые могут возникнуть с вашим аккумулятором. Такие вот дела. Пользоваться этим индикатором заряда, или если правильно встроенным ареомутом, можно и нужно, но делать это нужно осознанно и правильно. И слепо ему верить нельзя. И надо помнить, что этот аккумулятор показывает вам, что у вас есть угроза замерзания электролита при низких температурах. Он не рассчитан показывать, что у вас разряжен аккумулятор. То есть, аккумулятор надо заряжать еще до того, как он потух. И заряд аккумулятора нужно контролировать по напряжению на клеммах вольтметром или мультиметром. Так будет гораздо правильнее. А еще лучше подписаться вот на этот канал и быть в курсе всего происходящего в этих самых аккумуляторах. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк обязательно, не забываем. Кому понравилось и кому не понравилось, и не забываем писать мне в комментариях, кто чего думает по этому поводу.